Только что посмотрели мы с вами на героев сибиряков, но вот не стоит забывать и про уральских героев, потому что у нас таковые тоже имеются. Мы прямо сейчас говорим о хоккеистах команды «Трактор», потому что тренировки вовсю уже стартовали, и мы постоянно следим за тренировочным процессом. Да, да, совсем скоро уже будет и тот самый бой за Кубок Гагарина, правильно? Мы, естественно, болеем за наших ребят, даже организовали в нашей группе ВКонтакте соответствующий вопрос, но как идут тренировки, каков сейчас тренировочный процесс, мы узнаем у генерального директора хоккейного клуба «Трактор» Ивана Савина. Доброе утро, Иван. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, в каком формате сейчас идут тренировки и как давно они начались? Они начались недавно. Был проведен первый этап так называемых втягивающих тренировок, и сейчас уже команда переходит к полноценным тренировкам на льду, почти в полном боевом составе. А то, что вы переходите на лед, это как-то жара на вас повлияла или нет, или уже готова команда все-таки к этому? И вообще жара повлияла или нет на тренировки? Нет, ну конечно же, конечно, температура за пределами ледового дворца, она горячая, так скажем, жаркая, но поверьте, она внутри ледового дворца, несмотря на то, что тренировки проходят на льду, она еще жарче. Поэтому, нет, мы все-таки хоккеисты, основной вид деятельности это игра в хоккей на льду, поэтому ребята переходят на ледовые тренировки в рамках полноценной подготовки к нашему предстоящему хоккейному сезону. Скажите, насколько престижна вообще награда Кубок Гагарина, потому что впереди нас с вами ожидает зрелище? Это очень престижная награда, это главный кубок на внутреннем чемпионате. Его уже, безусловно, можно считать самым главным трофеем. Трактор, безусловно, будет стремиться сделать все возможное для того, чтобы стать обладателем Кубка Гагарина. А какие вы ставки делаете в этом году? Получится все-таки у команды или нет взять Кубок Гагарина? Ну, давайте прогнозировать не будем. Для того, чтобы взять Кубок Гагарина, должно сойтись все на свете. Это очень сложный чемпионат, его хотят выиграть все команды в России, поэтому мы, скажем так, ставку мы будем делать на дисциплинированную игру. Сейчас, приходом главного тренера Анвара Рафаиловича Гатиатулина, я могу в двух словах сказать, что девиз будет следующим. Порядок бьет класс. А вообще, что показывает опыт прошлых лет? Насколько нам удавалось подойти к Кубку Гагарина? Вы знаете, у нас в истории был один момент, когда командой руководил Валерий Константинович Белоусат. Мы подошли в шаги к Кубку Гагарина. Мы участвовали в финале Кубка Гагарина, играли с московским «Динамо». И реально это была самая крутая возможность для того, чтобы стать обладателями. Но, тем не менее, то, что нами руководил легендарнейший тренер Валерий Константинович, нам все равно этот шаг в силу ряда обстоятельств не удалось там сделать. Поэтому мы были в шаге от него. Иван, я хочу быстренько сказать, что в нашей группе во ВКонтакте мы соответствующий вопрос задали. Я думаю, что самые ярые болельщики ответили, что, конечно, ведь с нами Анвар Гатиатуллин, да и вообще вся команда, мне кажется, точно сможет справиться с этой задачей. Мы желаем вам только удачи в предстоящем сезоне и ждем вас уже с победой в нашем эфире. Иван, большое вам спасибо за то, что вышли с нами на связь. С нами на связи был генеральный директор «Экотрактор» Иван Савин. Я, в свою очередь, хочу добавить, что хоккеисты сделают все возможное, болельщики тоже сделают все возможное, потому что это должен быть тандем, это должна быть слаженная работа. И мы возьмем на себя часть этих обязанностей. Ну, а если вы хотите, чтобы у вас дома тоже появилась влажность, для этого, как и на льду, да, то для этого у нас есть целых пять способов рубрика «Идеи для жизни».